Мы начинаем информационный час в студии Иван Никонов. Заседание первого прецессионного комитета провели сегодня депутаты окружного парламента. В числе рассматриваемых вопросов ежегодный доклад губернатора округа о социально-экономическом положении в округе, включающем основные направления – бюджетной, налоговой и инвестиционной политики округа и внесении поправок к Уставу Ненецкого округа. Большой блок рассматриваемых вопросов касается социальной поддержки населения округа и социальной сферы. Среди них – внесение изменений в окружные законы о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям, о предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, об образовании и о здравоохранении. В сфере государственного устройства будут рассмотрены поправки в закон о выборах депутатов окружного собрания депутатов, депутатов представительных органов муниципальных образований и выбранных должностных лиц местного самоуправления в округе, а также изменения в закон о муниципальной службе. Парламентарии обсудят 10 инициатив по внесению изменений в федеральные законы, в числе которых закон о ветеранах, о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны. День бесплатной юридической помощи пройдет в Наринмаре. Его организует Ненецкое региональное отделение Ассоциации юристов России. Мероприятие пройдет 25 июня в формате открытых дверей. В день бесплатной юридической помощи оказывается поддержка в виде правового консультирования, то есть разъясняются нормы законодательства и его применения. Специалисты также могут помочь составить обращения в органы государственной власти и иные документы. В случае, если при первичном консультировании выясняется, что гражданину необходима дальнейшая правовая помощь в виде письменной консультации, составлений документа, представлений интересов в суде и органов власти, он может обратиться в Госюрбюро. Право на бесплатную помощь в юрбюро имеют граждане из числа категорий, закрепленных окружным законом. Первичную правовую консультацию в рамках дня бесплатной юридической помощи жители округа смогут получить в Госюрбюро, отделе Федеральной службы судебных приставов, приемные депутаты городского совета, клубе поселка Лесозавод, помещении Совета ветеранов поселка Искателей. Изменения в закон, регулирующий деятельность уполномоченных в округе, обсудили депутаты окружного парламента. Основная часть дискуссии была посвящена порядку назначения уполномоченного по правам человека в регионе. В частности, устанавливается обязательный перечень документов, которые будут предоставляться при внесении кандидатов на должности омбудсмена. Предлагается расширить перечень инициаторов выдвижения кандидатуры на должность уполномоченного, включив в него правозащитные организации, зарегистрированные на территории округа, целью которых является защита прав и свобод человека и гражданина. Также парламентарии детально обсудили вопрос о сроках начала и окончания приема предложений по кандидатурам на должность окружного омбудсмена. Для обеспеченной непрерывности деятельности института уполномоченного в регионе необходимо тщательно продумать период подачи документов, чтобы обеспечить их своевременное прохождение и согласование. Доработанный законопроект будет рассмотрен на заседании комиссии по вопросам госустройства и местного самоуправления. В Нинецком округе готовятся к встрече Дня молодежи. Откроется череда акций, приуроченных к празднику экологическим субботникам по уборке береговой территории реки Печоры, к участию в котором региональный центр молодежной политики приглашает всех желающих. А 25 июня стартует очередная игра «Авторейд». Основные торжества начнутся 26 июня в 17 часов на площади Маратсей. Для гостей праздника будут работать творческие и развлекательные площадки, фотозоны, выездная торговля, выступят КВНщики. Во второй раз пройдет акция по бесплатному обмену книгами – книговорот или букросинг. Предварительные участия в празднике подтвердили 17 общественных объединений. В финале мероприятия гости и организаторы вместе сделают бумажных голубей мира и запустят их на воздушных шарах в небо. Завершится праздник дискотекой. В селе Великовисочное пройдут велогонки, в деревне Пылемец – состязания «Молодецкие забавы». Омская молодежь устроит танцевальный флешмоб, а интеллектуалы поселка Красное сразятся в игре «30 к 1». В Оксине состоится командная игра «Ночной дозор», а в Тельвиске – фотокросс, массовый забег и награждение лучших молодых специалистов и победителей конкурсов. 112 километров по горам. Группа спортсменов и любителей скандинавской ходьбы из Ненецкого автономного округа в возрасте от 50 до 78 лет вернулась с трекинговых сборов, которые проходили на территории Республики Адыгеи. Маршрут пролегал по равнинам и горному рельефу Большого Кавказа. За 8 дней спортсмены прошли пешком 112 километров, покорили вершину хребта Унакос высотой 1100 метров над уровнем моря. Гуамское ущелье, Хадшокскую, Теснину, Плату Лагонаки дошли до водопадов реки Руфабго и Мишоко. Путешествие включало сплавы по горной реке Белое. Это место, где проводятся чемпионаты Европы по рафтингу. Для окружных спортсменов-скандинавцев это не первый горный маршрут. Ранее они покорили горы Эльбрус, Кибины, Северный Кавказ, Пиреней и равнины Португалии и Испании по западному побережью Атлантического океана. В планах на следующий год гора Фишт, 3000 метров над уровнем моря, где берет начало Северный Кавказ. Все участники перехода являются членами клуба скандинавской ходьбы, который объединяет порядка 500 любителей здорового образа жизни Ненинского округа. Причем 200 из них проживает в сельских населенных пунктах. Хоккейный сезон закрыт. В Ледовом дворце Труд прошла завершающая встреча в рамках турнира по хоккею «Закрытие сезона». За второе место на льду встретились команды «Полярные волки» и «Пингвины». Победитель турнира команда «Труд» определилась еще 20 июня. Матч с игроками старта закончился со счетом 21-1. Ребята у нас молодые совсем и ветераны. Сплоченность молодости и опыта победила. Молодцы ребята, готовились, много тренировались. Второе место заняла команда «Пингвины». С начала соревнований они провели 4 игры, уступив только старту. Все соперники довольно сильные. Конечно, первую игру сыграли расслабленно, проиграли, но потом собрались и все получилось. А с кем была у вас первая игра? Команда «Труд». Третье место в турнирной таблице заняла команда «Росомахи». «Полярные волки» на четвертом месте. Команда «Старт» на пятом. На этом пока все. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова